Итак, всем привет, с вами Добгай, мы продолжаем играть в Total Cringe за США. Мы практически добили японский флот, осталось не так много, точнее, как 40 кораблей, можно сказать, что добили. И уже подбираемся к самой Японии потихоньку по островам. Тем временем в Европе у нас произошла успешная высадка наших союзников, тут уже больше 50 наших союзных дивизий. Наша целая пехотная армия, будем уже сейчас наступать, освобождать Францию, будем освобождать Италию нашими танками, поможем еще им, наверное, авиацией, союзники здесь тоже наши добивают Италию в Северной Африке, потому что полк классики в этом моде высравилась Республика Сало вместо Италии, и они получили заново свои территории. Ну, как обычно, в этом моде происходит кринж, ничего неожиданного. Сейчас мы вот будем потихоньку, я думаю, всаживаться вот сюда, и затем уже сразу, я думаю, на Тайвань, и потом уже вот сюда, в Малайзию. Мы сразу наши подлодочки переквалифицируем, я бы сказал бы вот так, будем им действовать. Будем полностью душить японское снабжение здесь, посмотрим, как оно будет сюда ходить. Пока что, видите, оно вот, да, оно идет отсюда, вот сюда, или даже вот отсюда. Ну, короче, мы сейчас здесь будем блочить, выбивать снабжение у этого острова, добавлять сюда авиацию и потихоньку пытаться пробить его нашими морпехами. Кстати говоря, у нас есть возможность еще нанять морпехов или нету? Пока нету, может быть, в будущем появится. Также потихоньку здесь какие-нибудь фокусы будем брать, но большую часть мы, объективно говоря, взяли. Хотя я бы еще, наверное, хотел взять Пентагон себе, да. По торпедам мы уже все решили. И надо сделать вот это обязательно, скидку на стратегов, 12%, это очень много. Надо обязательно ими тоже заниматься, ведь у нас уже очень много стратегов, и будет, я думаю, еще только больше. Кроме того, я думаю, вот здесь вот есть некоторый смысл сюда задеплоить просто тонну стратегов и сделать вот так, чтобы этот остров просто не выбомбили. Здесь есть авиабаза, сейчас здесь есть укрепление. Я бы очень был бы не против и то, и то выбомбить. Так что начнем, я думаю, уже. Ну что ж, поехали. И как же приятно вот это видеть. Единственное, я чувствую наши, да, наши корабли и вот эти дамажатся очень сильно. Я бы их поэтому обратно на ремонт сюда ставил. Кстати, допустим, уже починились, мы можем их обратно закинуть. Вот эти тоже задамажены, мы их желали починить. Они сюда как раз кедут на базу. И здесь аналогично тоже, снова рейдим. Они тратят авиацию на то, чтобы их дамажить. В принципе, меня это кое-как устроит. Потому что, ну... Хотя, слушайте, не совсем устроит, честно говоря. Да, но конвои мы вроде рейдим. И вроде как успешно. Я думаю, потихоньку снабжение сюда будет прорываться. Пока еще недостаточно разведанных, но... Потихоньку будем в эту сторону двигаться. И так как у нас их недостаточно, давайте-ка внедрение в армию сделаем. Потому что именно армейских, я полагаю, нам не хватает. Либо гражданских. Смотрите-ка так. Торговые пути на карте. Историчество 100 конвоев. Наверное, вот это нам все-таки нужно. Но нам в любом случае нужно вообще все. Так что будем сейчас заниматься. Временем у Японии конвоев почти нет. Так что они, в принципе... Я бы сказал, любые действия на море будут сейчас отвратительно делать. Но опять вот этот флот, видите, задамажился. Надо его тоже отвезти. Вообще, я бы предпочел, наверное, все-таки авианосцами вот здесь вот не атаковать. Это слишком дорого. Слишком буквально. Так что это мы все-таки отведем. Но подлодки, на самом деле, уже не так что и жалко. Так что можем подлодками здесь все конвои перехватывать без страха. Ну и наши морпехи здесь готовы. Давайте попробуем вообще их оборону здесь пробить. Посмотрим, как получится, не получится. У нас здесь есть поддержка авиации солидная. В принципе, должно быть не так плохо. Есть... Вот это, кстати говоря, не хватает. Давайте попробуем так сделать. Поменять местами. Да, они стали отсюда доставать. А у этих тоже все равно хватает радиуса. Ну-ка, и давайте сразу нажмем все кнопочки, чтобы они с первого часа под кнопками воевали. И что мы видим? Припасов не хватает. Но не настолько много организации они потеряли без припасов. Чтобы мы прям взяли и выбили их. С другой стороны, я вижу, что дивизии исчезают. Но нет, надо поработать побольше. Надо поработать значительно побольше. Морская база, кстати говоря, уничтожена. Конвои рейдятся. Я чувствую, они должны... Блин, ну вот успели починить. Чувствую, с припасами должно быть не все очень плохо. Следовательно, потихоньку они будут терять аргу и терять боеспособность. Я думаю, вот этот регион тоже включим в рейды. Чтобы прям, ну, оставлять ноль шансов их к кораблям. Чтобы буквально никакие корабли не могли пройти нашу блокаду. Ни войска, ни припасы, ни ресурсы. Ничего в Японию поступать больше не должно. И судя по вот этим ресурсам, у них реально... Да, видите, они очень жестко обрезаны. Резина нету, альфрама нету. Производство потихоньку японское сейчас будет просто отмирать. Почему вот это не взяли? Надо взять на 80 трат бомбардировки. Как бы нет. И, возможно, здесь уже можно еще что-то выставить. Здесь с кучей авиации, конечно, нет. Стратегов пока не хватает нам свободных. Окей. 7-7 сотен. Мы выбамбливаем просто этот остров. Здесь куча дивизий все еще. Ну, блин, должны потихоньку, должны задушить. Конвой мы рейдим хорошо. Давайте попробуем еще раз. В этот раз у нас шансов чуть побольше будет, я думаю. Сейчас узнаем, как у нас получится, не получится. Присутствие у нас просто максимально на воздухе. Знаете, чего нам еще здесь не хватает? Однозначно. Это кораблей. Давайте-ка их сюда подставим. Здесь недалеко, не недалеко. В ловушку конвоев не попались. То есть, эта авиация вся может тоже помочь вот здесь, в принципе. И нажимаем кнопочки. Желтый цвет. Это значит, что мы пробьемся. Потому что желтый сменится на зеленый. У них арга в минимуме. Дивизи выбиваются. Реинфорсится. Но даже если они и смогут задефать в этот раз, то следующего натиска не выдержит. Все. Остров мы взяли. Прекрасное начало нашей партии. Точнее, нашего вот этой вот, я бы сказал, серии. Что мы хотим дальше? Вот этот остров, наверное, да? Тайвань выбить. Давайте тогда планировать выставку сразу сюда. Блин, хочется, конечно, взять соседнюю провинцию. Но просто если мы внезапно не возьмем порт, то морпехи наши погибнут. Тренировать новых не хотелось бы. И мы идем в Пентагон вот здесь. Потому что Пентагон дает 10 арги. Это очень много. Ну и промку небольшую. Небольшую для нас, конечно. Так что морпехи, это они уже подготовили планы вторжения. Можно вот здесь вот убрать рейд конвоев. Нам уже там это не нужно. Но здесь еще дополнительные корабли подстраиваются потихоньку. Ну тоже, опять-таки, нам это уже не сильно интересно. Это, пожалуй, давайте подведем сюда. И будем сейчас усаживаться на Тайване, освобождать его. Потом уже и Таиланд откроем. Водение рейма, кстати говоря, произошло. Здесь у нас все отлично. Надо бы авиацию, наверное, в Виши отправить. Давайте так и сделаем. Можно качнуть перк вот этому адмиралу. Мы, конечно же, возьмем время остановления торпед. Потому что это увеличивает количество запускаемых торпед на треть. С четырех часов кулдауна на три. Они становятся. Так, здесь мы все сделали. Можно еще воздух, наверное, просто подкачать. Причем я бы начал, наверное, с тяжелых истребителей. Именно, потому что нам в основном они уже нужны на большей дистанции работать. Так, моропехи на позиции. Ну, практически, да. Организация у них не полная. Но мы либо пробьемся, либо нет. Сейчас мы узнаем это. Так, вот. Сюда. Теперь нам нужно сюда перебросить авиацию. Что мы делаем из этого? Кстати говоря, вот эти, я думаю, стратегии можно было бы. Давайте посмотрим. Если здесь фортификации есть, тогда не можно было, а нужно было бы отправить вот сюда. Давайте, наверное, вот сюда. Выбивать здесь фортификации. Срочно, причем, да. Разведку вот эту оставим. Истребители эти мы все уберем отсюда. А тяжелыми здесь сейчас загрузимся. И вот этими самолетиками тоже загрузимся. Надо срочно готовить авиацию сюда. Спойте с опозданием. А, мы не можем. Так, высадиться у нас не хватает. Она хватает. Да, в экстренном сейчас темпе будем добрасывать всю авиацию нужную. Насрали наши соединники, как обычно, своей авиацией. Ну, что поделать. Все равно воздух зеленый. И там вообще нету дивизии, ладно? Я ожидал, что сейчас у нас будет какая-то жесткая битва за такой важный остров. Но просто бы не было ничего. И, ну ладно. Я, в принципе, не против. Нам теперь нужно здесь будет выстроить... авиабазу плюс радарную станцию, наверное. Это очень хорошая будет база для вторжения в Японию. Ну, в Японии мы, скорее всего, не будем именно вторгаться. Точнее, вторгаться будем в количестве всего двух единиц. Это будет, так сказать, армия вторжения составлять наша. Причем без людей, так сказать. Ну и максимум здесь инфраструктуру. Вот это все. И, в принципе, морскую базу будет тоже замаксить. Будет у нас здесь очень важная оперативная база перед Японией. Удобная для нас. Морпехи забирают последнюю провинцию. И пора им перекатываться вот сюда. И планируют освобождать Сингапур. Пожалуй, только единственное... Я знаю, что Сингапур очень хорошо укреплен. Следовательно, нам нужны там стратеги наши. Прекрасные. Давайте вот так вот сделаем. И выполним здесь все укрепления. Пока едут наши морпехи, я думаю, мы как раз закончим. В то время здесь мы почти полностью освободили Италию. В Франции все не так хорошо. Но все еще нормально. Нужно, на самом деле, намного больше авиацию туда просто нам перебросить. Все реально станет хорошо в этот момент. Давайте что я могу сказать. Сюда не хочется сильно много перебрасывать, честно говоря. Да. Но, тем не менее, что-то мы можем. По крайней мере, тактиклы перебросить было бы неплохо. И у нас вот здесь вот дома обучаются еще дополнительные самолеты. Но пускай они дообучатся, чтобы быть полезными прям. Но в Японии тем временем, да, реально, ну, можно сказать, 0 конвоев. Они, скорее всего, это делают одновременно и выпускают. То есть они буквально выпускают, мы их сразу топим. Поэтому у них с ресурсами, я думаю, большие проблемы, перебои должны быть жесткие. У них все еще почему-то топлива дофига. Это меня очень удивляет. Куда-то они его берут. Мне, конечно, его не должны сильно тратить на флот, но на авиацию все еще. Ну, тем не менее, как есть, так есть. И да, мы очень жестко выбрали здесь все. Единственное... Блин, я вроде таргетную ставил, а при этом Сингпур весь просто в руинах оказался. Странно. Ну, допустим. А морпехи готовы, да. Выдвигаемся. И сразу, я думаю, просто нажмем кнопочки, чтобы с первого часа мы под кнопочками воевали. И тут просто тона, на самом деле, оказывается против нас всего. Дивизи просто жуть, как много. Нужно сюда хотя бы флот подвести, я думаю. Сейчас будем думать, у нас... Надо вот так вот сделать, скорее всего. И, в принципе, тогда мы должны еще пробиться кое-как. Нажимаем все. Сейчас еще окружим... Сказал окружим вот отсюда. И должны, в принципе, справиться. Удавите желто-зеленый цвет. Для высадки желто-зеленый это хороший цвет. Это значит, что мы справимся. Авиация, потому что работает. Зеленый воздух полностью. Да, все должно быть окей. И... Слушайте, ну вот сюда как будто придем позже, чем Сингапур возьмем. Ну да, так как будто и будет. Давайте флот перейдем вот сюда, чтобы Сингапуру помогать. И вот здесь помогать уже. Отлично. И вот это все авиация, можно сюда также на помощь закинуть. Все, отлично. Мы взяли Сингапур. Эта армия теперь сюда переезжает. И начинает освобождение Юго-Восточной Азии. Попихи, пускай еще, конечно, немножко это по... Подвигают фронт вперед. На всякий случай, чтобы мы побольше пространства имели. Для маневров так надо прикрывать. Здесь, я думаю, авиабаза тоже. И в целом, после этого, как армия прибудет, у нас сразу начнет пушить еще дальше. Да, отлично. С авиацией, я думаю, проблем у нас здесь быть не должно. Единственное, стратегия теперь нам здесь не нужны. А вот здесь вполне. Начинаем бомбардировку в Японии. Причем, я думаю, не ограничено. Я не думаю, что есть смысл ставить какие-то цели. Хотя как? В целом, наверное, вот так был бы смысл, да? Ну да, пойдет. Пойдет. Господи, японцы, вот здесь вот... Что вы здесь делаете? Как вы здесь оказались? А? Ну, допустим. Как-то они там оказались. Ну, как-то, значит, мы сейчас их оттуда выбьем. Чего... Интересного не произойдет, я думаю. Так, здесь вроде плацдаром наш стал побольше. Ну, чуть-чуть еще пока подождем. Кстати, девизи пускай дойдут до фронта. Я бы просто уже морпехов бы переводил на другие какие-нибудь задания. У нас танки новые, прекрасно. Можно их даже, кстати говоря, вот так вот грейдить, потому что у нас все равно опыта очень много. Да? Хотя это и не последний наш танк, но все равно. И морпехи, так как-то мы остановим, пожалуй. Добавим сюда еще, наверное, морские пассы. Хотя узелслабжения есть. Ну, почему бы нет, в принципе. И морпехи наши отсюда уезжают. Я думаю, вот этот остров взять, на котором все еще почему-то есть японцы, да? Минданао. А затем уже поедем, попробуем тут штурму на Секенаву. В принципе, шансы хорошие. У нас готовы первые атомные исследования. И, слушайте, мне сейчас надо срочно был в Манхэттенский проект. Поэтому я покоплю исследования. 50 дней. Потеряю 10 дней на этом. Но зато я быстрее докачаю. Потому что мне ядерка, конечно, уже пригодилась бы. Однозначно. Так что мы идем в Манхэттенский проект. Супер. А здесь потихоньку переходим в наступление уже. Будем шаг за шагом освобождать Юго-Восточную Азию. Франции фронт чуть-чуть увеличился, но не слишком. А вот здесь уже прям очень солидно. Чувствую падение Германии уже не за горами. Начнем мы, наверное, наши танки перебрасывать вот сюда. Я думаю, так. Это мы уберем. Начнем вот так освобождение Франции. Пожалуйста, назначите сюда. Отлично. И надо сюда, наверное, еще больше авиации просто перебросить. И под зеленым воздухом мы должны пробиваться уже. Здесь, на самом деле, бомбардировки проходят, ну, так себе. Я бы сказал, да. Можно тут-ап бомбить что-то. Ну, не, на самом деле можно оставить так. Пускай у них форсапорт снижается. Постепенно. Пока еще не совсем солнце северосел над Японией. Это потому что мы островов очень много забрали. Мы заберем Окинаву. По-моему, там все еще есть, верно? Ну-ка, ну-ка. Гуам, бей, коту. Есть Окинава под конец. Отлично. И я думаю, еще хуже станет этот модификатор. Ну и форсапорт у них должен полететь еще быстрее вниз. И наши дивизии здесь вот начинают высадку. Надо будем, я думаю, помочь авиации. Отлично. Там у них с основлением проблемы. Выседка оказалась невероятно простой. О, и здесь какое-то говно произошло. Видимо, виши капитулировали, что ли. Да, наверное. И из-за этого здесь фронт посыпался. Ну ничего. У нас это все устроит. И здесь тоже начинается наступление. Италия полностью освобождена. Потихоньку освобождаем Германию. Кстати говоря, советский фронт у Германии все еще, ну, выглядит солидным. Я бы сказал. Держится. Японская торговля выглядит вот так. Японское, точнее, снабжение. Как говорится... Блин, кто может поверить, что Япония атаковала США? Это же так далеко. Типа, ну вот литроли, посмотрите на это же так далеко. Вот как им надо было плыть. Так, вот как им надо было плыть, чтобы приплыть США. Вы видите? Кто в это вообще может поверить? Прошли проблемы с торпедами. У нас теперь подлодки должны работать еще лучше. Но правда в том, что лучше уже некуда. У них конвоев просто нет столько. Они просто кончаются слишком быстро. Так, а здесь мы успешно наступаем. У нас только почему-то фронт вот здесь вот с этих провинций ушел. Но наступление в целом вроде как достаточно успешное. С одним но... С одним но... Снабжения не хватает. Есть такая проблема у нас. Это даже несмотря на то, что я морскую базу здесь построил. Ну что я могу сказать? Строим еще узлы снабжения. Нам нужно еще больше припасов, значит. Смотрите, в каких количествах просто японская авиация здесь умирает. Скорее всего потому, что у нас здесь... Хотя нет, у нас здесь даже... Ну есть вроде как вот этот флот, но нет. Они просто реально умирают от нашей авиации. Грустно для них. Нормально для нас. У них реально, да, число самолетов начинает падать. Потому что они, видимо, теряют в боях много. Но из-за того, что у них нет ресурсов и совсем проблемы. Видимо, они не это производят. И у меня бы докачать, кстати говоря, сеть дорог. Потому что здесь очень много таких бафов, которые не напрямую полезны. Но тем не менее. Здесь как раз какая-то дальность снабжения, которая нам неплоха. И минус потери организации. Это нам все вообще, в принципе-то, полезно. Потом еще и объем добавят. И у нас опять не хватает нефти. Это достаточно смешно для нас. Но вообще надо бы ее просто купить. И надо бы на самом деле вообще прокачать тех. Вот, наверное, здесь мы будем его качать. Или... Ну просто все это надо, объективно говоря. Давайте вот вместо вот этого нам просто очень нужна нефть. Подожди, нефтеперерабатывающие заводы. Это не то. Вот это нам нужно. Ольгт-штурм происходит в Германии. Ну что ж, да. У них настали такие времена. Потому что Франция почти полностью свободна. На Балканах тоже уже наши войска потихоньку освобождают их. Скоро придет им полностью конец. Как и нашим запасам нефти уже пришел конец. Надо точно покупать больше и производить больше. Средники высаживаются во Франции. В скобочках миллион лет уже, как Европу, освобождаем. Но ладно, не будем портить этому моду. Он достроен, он как бы старается. А у нас высказить практически готово. Так, единственное, нам не хватает как будто немножко флота. Сделаем мы вот так. Где он только? Непонятно. Ну-ка. Сейчас доедет, и мы высадимся. Отлично. Только давайте ты вот так и починить перед этим. А, вообще, кстати, знаете, что у нас топливо так живет? У нас вот эти корабли. Топливо просто как не в себя, я думаю. Скорее всего. А, да, так и есть. Мы можем отменить покупку. Просто, ладно, не полностью отменить покупку. Но просто не тратить так много на рейды авианосцами. Они живут слишком много. И мы просто спокойно берем этот остров, даже без нормальной поддержки авиации. А в истории, конечно, все было совсем по-другому. Акинава очень жестко оборонялась. Это была очень тяжкая битва. А, тем временем, мы можем вот здесь что-нибудь еще подкачать. О, дальность. Слушайте, дальность с бомбардировщиком я бы хотел, кстати говоря, взять. Давайте пойдем сюда. И да, Акинава полностью освобождена. Кайф. Это, конечно, кайф. Можно в теории к Китаю пойти освобождать. Но я думаю, мы не будем слишком спешить. Все-таки нам нужно сначала здесь пробиться. У нас здесь не так... Хотя, мы, конечно, можем вот этим повоевать здесь. Но не сильно бы я хотел, честно говоря. Просто еще посмотрим, подумаем. Я придумал, что мы будем атаковать. Вот сюда мы поедем. Повыбиваем здесь все, что можно. Потому что, ну а что нет? И в теории вообще вот здесь вот тоже. И оставим там просто войска сидеть. Я думаю, будет нормально. А тем временем, мы уже где-то даже перехли Рейн. Ну и будем сейчас двигаться в направлении Германии. Думаю, танки нам бы сюда тоже было бы хорошо отправить. И я уже прикрепил часть авиации к нашим генералам. Потому что, ну, как бы уже пора. Здесь, я думаю, сделать стоит примерно то же самое. У нас готова большая партия стратегов. Время устраивать Японии горячее... Горящее лето. Долетят они сюда, потом подраспределим еще чуть-чуть. И, слушайте, пока не такие большие эффекты. Но хотя как, здесь вот большие. А здесь, ну, так, средние. Ну, потихоньку-потихоньку будем бомбить. Самое главное, будем так форсопор просто сбивать жестко. У них уже защита родных остров происходит. То есть, ну, они потеряли все буквально, да? Острова. Так и есть. Все красное. Здесь вот какие-то смешные еще дивизии что-то делают. И вот сюда они попытались высадиться. Но у них просто здесь нет снабжения, потому что у них ноль конвоев. Ни один конвой не может от Японии вообще отойти, либо войти в нее. Так что, не знаю, на что они рассчитывают. Но на что-то, видимо, рассчитывают. А здесь Германия доживает свои последние дни. Ну-ка, и наши поехали. Моропехи высаживаются на курилах. Посмотрим еще, как у них там получится. В целом, я думаю, проблем не должно быть вообще. Ну-ка, да, берут. Какая-то одна дивизия была. И теперь поедем до Окинавы, прямо я думаю. Точнее, до ХК. Да, господи, какой Окинавы. Окинавы на юге. Вообще, в теории, мы можем просто пойти и взять ее штурмом. Это Япония уже. Я не думаю, что они окажутся какое-то сопротивление большое. Да, там еще сотка дивизий. И, скорее всего, там очень жесткие бафы на защиту. Но нам нужно не так много захватить. У них, кстати говоря, варсаппорт снизится до нуля, по-моему, буквально. Потому что базовая 43, и мы бьем по-базовому. Так, слушайте-ка. В Советском Союз Советский взял Берлин, а не мы. Ну, это, конечно, неприятно. Но ладно. В Советском Союзе, значит, толще. Нет, мы разберемся с ними. Роденское наступление. Кто? Вопрос от Джака Фреско. Ответ убил никто. Надо еще добить Венгрию и Финляндию и Болгарию. Чтобы они все капнули. Да, это, конечно, невероятно. Великие нации. Согласен. Без их капитуляции ось, конечно, не победить. Ну, ладно, мы... Что делать? Отправляем туда дивизии. Ну, это, конечно, выглядит немножко смешно. Но, допустим. И танковым отправим, пожалуй, на Венгрию. Регионы в Западе получше. В те времена наши морпихи реально сейчас на Хоккайда окажутся. А наши вот эти стратегии мы перебрасываем на острова местные. И, как я и говорил, будем сейчас устраивать японцам веселую жизнь. Варсаппорт снижается просто катастрофически. 0,4 дубомбардировок. 0,7 потери всех островов. Да, как я и говорил, даже база 42 будет снижена. А еще сверху все вот эти вот минуса. Очень высокий уровень базы. Нет? Ага, понял. Только что-то... Они реально не смогли запретить постройку никак, кроме как... Типа, ивент, который каждый раз проверяет, чтобы там не было слишком большая авиабаза. Типа, буквально проверяем... Он реально проверяет все авиабазы в игре, чтобы найти маленькие острова. Что? Так что говоря, призыв, наверное, все-таки повышу. Мы там можем кое-как его по-другому повысить, но это надо фокусы брать. А мне больше нравятся бомбардировщики качнуть. У нас тут ураган произошел, но ладно. Что ж, да, ось почти добито. Марпехи наши здесь пока постоят. Я тут еще одну авиабазу построю, чтобы еще больше бомбить. Почему бы нет, как бы. Тяжелостребители тоже было бы интересно, конечно, но не так интересно, как атакующие штурмовики. И да, мы теряем, конечно, самолеты, но наша промышленность это может покрыть. Мы сколько делаем? Мы делаем 0, потому что у нас резина затрулилась. Не дают нам дышать. Ну-ка, ну-ка. Мы делаем 14 в день, так что потери 4-5 в день это просто для нас пыль. И да, конечно, дамажим все просто по жести. 6, 11, 12, проценты только растут. Конечно, да. Ну и постепенно, постепенно сейчас достроим еще авиабазы вокруг. Плюс подгрейдим наши бомбардировщики. И новый соблёт здесь будет, который мы выкачиваем за опыт. И мы здесь еще качнули, так что... Каждым днем в Японии все только хуже. Единственное, только я думаю, ждать ли нам, так сказать, этой вот прекрасной техи. Либо уже как-то высаживаться и добивать. Ну, надо подумать. Оба, на компании Дугласа Маккарта. Ага. Мы можем Маккартура сделать президентом. Допустим. Не знаю, это звучит очень забавно. Допустим. И тем временем мы перебрасываем все больше и больше стратегов в регион. Как бы, спаси и сохрани всех там японцев. А еще как же здесь нерфлены радары? Это просто жесть. Они очень мало покрывают, честно говоря. И остается только Финляндия? Почему она все еще жива? Хороший вопрос. Давайте возьмем правопроходы у Советского Союза. И просто приведем туда танки и пропушим ее. Почему он ее так жалеет, непонятно, честно говоря. Поехали. Вообще, я думаю, на этом можно подзакончить нашу серию уже достаточно продолжительное. В следующей серии мы добьем Японию, я подозреваю. У нас тут уже ракеты потихоньку исследуются. И так, это же тоже... Нет, это не то, что я думаю. А где то, что я думаю? Что я думаю еще сто дней. Блин, долго-долго. Там еще потом строить. Сколько строится это все чудо прекрасное? 25 тысяч, это очень долго будет. Не знаю, мне кажется, мы высадимся уже просто так. Потому что, ну, варсаппорт там никакой. Мы еще подушим их, конечно, бомбардировками и всем. Они там, я так понял, кнопку нажали, раз у них варсаппорт растет от бомбардировок. Тем не менее, ну, варсаппорт никакой. Я думаю, я столицу и пару городов возьму, они сдадутся. Вот. И будем потом уже думать над сражением с нашим капиталистическим противником. Да. Это, конечно же, коммунисты. Ну, посмотрим еще вот. Посмотрим, посмотрим. А с вами, ребят, был Дубгай. Подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, ребят, все как обычно. В группе Discord тоже вступайте. И до скорых встреч. Пока. Пока. Продолжение следует...